В праздничные дни сотрудники полиции несли службу в усиленном режиме и было совсем не до отдыха. В студии появилась ведущая рубрики «Вести» дежурная часть Алена Николаева. Алена, здравствуй. Как прошел праздник? Я надеюсь, без происшествий. Здравствуй, Надежда. Действительно, праздник прошел без нарушения общественного порядка. В Чебоксарах безопасность горожан и гости республики обеспечивали более двух тысяч сотрудников различных спецподразделений. В эти дни в МВД республики вспоминали и чествовали своих героев Великой Отечественной войны, сотрудников органов внутренних дел. Министр Сергей Нияскин и председатель Совета ветеранов ОВД Михаил Киселев лично поздравили фронтовика. Архип Иларионович Иларионов в этом году День Победы встречает на больничной койке. Он проходит лечение в госпитале, но поздравления принимает. Дорогой ты мой. Здравствуй. С наступающим праздником, дорогой ты мой. За плечами Архипа Иларионовича война и годы службы в стрелковых войсках. Он награжден Орденом Отечественной войны 1941-1945 годов, второй степени, Орденом Красной Звезды и многими медалями за победу в войне. Отмечен труд Архипа Иларионовича и в мирное время. У ветерана немало ведомственных наград и почетных грамот. Вот мы дали на дно. Это памятная книга сотрудников органов внутренних дел. В 1941-1945 годы кто был в системе МВД. А вот, пожалуйста, Иларионов, Архип Иларионович. Несмотря на солидный возраст, фронтовик и сегодня крепок духом и хорошо помнит свои военные будни, о которых за чашкой чая он рассказал почетным гостям. Также министры внутренних дел Чувашии вместе с членами общественного совета и ветеранами ведомства почтили память тех, кто погиб на полях Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к памятнику в сквере защитников правопорядка, а также у монумента воинской славы в Парке Победы.